Робот-пылесос с хаотичным перемещением от препятствия к препятствию ассоциируется только с палкой-копалкой и наскальными рисунками. Современный робот-пылесос уже невозможно представить без навигационной системы и картографии. Конечно, важны и другие аспекты – сила всасывания, турбощетка, швабра и все такое. Но какой смысл во всех приспособлениях, если робот оставит полквартиры неубранной. Поэтому, как ни крути, ориентация в пространстве – самое важное умение робота-пылесоса и главный критерий для его выбора. Для рейтинга я отобрал 7 самых умных моделей в разной ценовой категории. Поэтому ставьте лайк и устраивайтесь поудобнее. Да, именно в такой последовательности. Итак, начинаем! Xiaomi MiGi G1. Навигационная система у MiGi G1 достаточно простая. Гироскоп определяет направление движения, а от метра отмеряют пройденное расстояние. На основе этих данных робот строит двухмерную карту. За обнаружение препятствий отвечают инфракрасные датчики. Они фиксируют светлые и непрозрачные объекты на расстоянии до 1 метра, ножки стула, коробки, плинтуса и так далее. При непосредственном столкновении срабатывают тактильные датчики. Под нищем MiGi G1 установлены датчики падения, которые не дают пылесосу выехать на лестницу. В общем, система традиционная, а основной алгоритм работы – это движение зигзагами. И вы уже спрашиваете, раз у этого робота такая простая навигация, что он вообще делает в нашем рейтинге? А я отвечаю, всё дело в том, что стоит эта модель всего 12 тысяч рублей. Большинство роботов с таким ценником не то что не составляют карту, но даже не поддерживают управление со смартфона. Добавьте к вышеперечисленному мощный мотор на 2200 паскалей, плавающую турбощётку и влажную уборку с контролем смачивания салфетки. Поэтому MiGi G1 получает заслуженное седьмое место. Roborock E4. Roborock E4 по сравнению с MiGi G1 – это более дорогой и более интеллектуальный робот. Хотя на первый взгляд заметить разницу довольно сложно. Такой же Сеобразный бампер с тонированным окном и датчиками. Вроде бы ничего особенного. Но чтобы понять, в чём специфика этого робота, достаточно повернуть его вверх нищим. Слева на месте второй щётки у Roborock E4 находится окошко Optic Eye, в котором размещается лазерный датчик. Он отмеряет пройденное расстояние и в тандеме с гироскопом позволяет строить более точную карту. Положение док-станции, как и у MiGi G1 на карте не отображается. И здесь мы приближаемся ко второму важному преимуществу Roborock E4. Сверху на бампере у него расположена шайба с оптическим датчиком, который смотрит вокруг на 360 градусов. Благодаря этому датчику робот находит базу гораздо быстрее своего более дешёвого собрата. Кстати, о цене. Средняя стоимость Roborock E4 – 16 тысяч рублей. Помимо улучшенной навигации, за эти деньги мы получаем дорогой пластик без запаха и хруста, качественную сборку, силиконовую боковую щётку, двигатель на 2000 паскалей с повышением тяги на коврах и лучший на рынке аккумулятор ёмкостью 5200 мАч. Итого, отличный выбор для небольших помещений с простой планировкой. 360 S7. Если же у вас не простая столичная квартирка, а скромный коттедж на 10 комнат с двумя ваннами, гардеробной и планировкой наподобие лабиринта, одним гироскопом тут не обойтись. В таком случае на помощь приходит робот с лазерной навигацией 360 S7. Над его крышкой возвышается башенка лидара, внутри которого вращается лазерный излучатель. По длине лазерного луча он точно определяет расположение окружающих предметов и позволяет роботу рисовать карту прямо во время уборки. Это называется слам-навигация. Помимо бампера мягкого касания с фронтальным датчиком, в распоряжении 360 S7 имеется TOF-сенсор. Он контролирует расстояние до препятствий справа и избавляет робота от нервических подергиваний при движении вдоль стены. Но главная фишка этой модели – умные функции. Как Roborock E4, робота 360 понимает, что он забрался на ковер и повышает силу всасывания до 2000 паскалей. А во время влажной уборки он наоборот понимает, что ковер нужно объезжать. Причем делает это без всяких запретных зон в приложении. Еще одна крутая фича – бесконтактная уборка. Если поставить в приложении галочку напротив соответствующей строчки, робот начинает целенаправленно уходить от столкновения с препятствием. Очень полезная функция для комнат с зеркалами и полированной мебелью. Несмотря на широкий функционал и интеллектуальную навигацию, ценник U360 S7 вполне демократичный. Всего 20 тысяч рублей. Проценник M7 Pro. Еще одна сравнительно дешевая модель. Проценник M7 Pro за 30 тысяч рублей. Для робота со станцией самоочистки ценник просто сказочный. Проценник контролирует заполнение пылесборника и периодически перегружает собранный мусор в большой пакет, экономя своему владельцу не менее часа времени в неделю. Но способностью опустошать пылесборник интеллект робота не ограничивается. Умный пылесос сканирует комнату лидаром, определяет препятствия ИК и тактильными датчиками и на основе всех этих измерений строит точную карту дома. Возможности взаимодействия с картой самые широкие. Можно ограничивать область уборки виртуальными стенами. Можно обводить целевые запретные зоны прямоугольниками. До 10 прямоугольников на одной карте. Можно обозначить границы комнат, подписывать их названия и для каждой комнаты устанавливать собственные параметры уборки. Также производитель заморочился с влажной уборкой. Процентник М7 Pro может просто возить за собой швабру, как это делают его конкуренты, а может целенаправленно оттирать пятна. Для этого робот переходит в Y-образную траекторию, которая имитирует движение человеческой руки. iRobot Roomba S9 Plus Тройку лидеров открывает американский робот Roomba S9 Plus. И это полная противоположность процентник М7 Pro. Как и его китайский собрат, Roomba укомплектован станцией самоочистки. При этом у него нет лидара, зато есть заоблачный ценник в 115 тысяч рублей. И сейчас я объясню, почему здесь нет противоречия. Несмотря на простые навигационные инструменты в виде гороскопа, инфракрасных и тактильных датчиков, при построении карты Roomba использует технологию Imprint Smart Mapping. В мобильном приложении можно проектировать на карте комнаты, а потом для каждой из них назначать время уборки. Еще можно запускать уборку через голосового помощника, произнося команды по типу Roomba. Сделаю уборку в спальне. Ограничить перемещение робота можно и физически. Для этого iRobot положили в коробку виртуальную стену. Ставим прибор в дверном проходе, нажимаем кнопку и в этом месте для робота появляется невидимое препятствие. Нельзя не сказать и о системе определения грязных мест. В воздуховоде Roomba стоят акустические и оптические датчики, которая замеряет концентрацию твердых частиц в потоке воздуха. С их помощью Roomba S9 Plus находит в доме проблемные зоны и чистит их с особой тщательностью. Ecovacs Debot Osmo T8 Ivy. Серебро достается модели с навигацией нового поколения. Debot Osmo T8 Ivy от компании Ecovacs. При взгляде на этого робота бросается в глаза странный факт. Наряду с лидаром у него есть и видеокамера. Она нужна для распознавания препятствий. Робот сверяет очертания объекта с базой данных и в зависимости от типа препятствий меняет алгоритмы уборки, объезжает экскременты и провода, плотно обрабатывает ножки стула и плинтуса. По данным Ecovacs, распознавание объектов уменьшает количество проблемных ситуаций на 60%. Также, благодаря видеокамере, робот более точно определяет положение препятствий, поэтому до сближения с ним успевает сбросить скорость. Для составления карты традиционно используется система LDS. На карте можно ставить стены, целевые и запретные зоны, обозначать границы комнат. Также следует упомянуть и о самой системе уборки. Для уборки сухого мусора Debot вооружен тремя щетками – торцевыми и центральной. А для влажной уборки в комплекте имеется блок с виброшваброй. В отличие от других роботов, Debot Osmo T8 Ivy не только вытирает поверхностную пыль, но и отмывает застарелые пятна. К минусам робота можно отнести посредственную силу всасывания – 1500 паскалей. И внушительный ценник – в 67 тысяч рублей. Roborock S6 Max V Робот с лучшей на текущий момент навигации – это, безусловно, Roborock S6 Max V. Набор рабочих инструментов у него в целом такой же, как у Debot Osmo T8 Ivy. Но есть свои специфические особенности. В бампере S6 Max V установлена стереоскопическая камера с двумя объективами. Поэтому он распознает предмет лучше, чем его одноглазый товарищ. Roborock не приближается к собачьему хвосту и не пытается съесть хозяйские носки. Зато с особым рвением чистит пол вокруг подставки для цветов. Также производитель утверждает, что робот со временем учится и постоянно улучшает ранее проложенный маршрут. Всего умный пылесос запоминает до четырех планов помещения. Причем переключается между ними автоматически. В зависимости от расположения объектов, интерактивность картографии максимальная. На карте можно объединить и разделить комнаты. Программировать для каждой из них параметры уборки, силу всасывания, обильность смачивания салфетки и даже количество проходов. Но главное преимущество Roborock S6 Max V по сравнению с конкурентом Atecavax заключается в его силе всасывания. Двух с половиной тысяч паскалей. При этом стоит робороковский флагман заметно дешевле – всего 52 тысячи рублей. На этом я завершаю свой топ лучших. Если видео понравилось, делитесь с друзьями подборкой. Не забывайте подписаться на канал и писать в комментариях о моделях, которыми пользуетесь сами. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok